Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, друзья, продолжаем серьезнейшую тему о биологической совместимости и несовместимости. Жаль, что я не могу показать вам это дерево эпоху расцвета, когда ему было 15-20 лет. Вот, огромные плоды, классические еще, с длинным носиком, вот, ясообразная форма, это Академик, так, вот. И привит он, да, банджурский абрикос, два дальневосточника. В общем-то, с ними особой проблемы-то и не было. Вот, первое-второе поколение сразу пошли и особо стараться не пришлось. А вот, когда дошло дело до Королевского, который, я тогда был чокнут на нем, у меня каким-то чудом одно дерево прижилось и дало плоды, очень похожие на персики, на персики. Вот, тогда я чокнулся и решил, надо размножать. И тут столкнулся с дикой вещью, я уже рассказывал, что сейчас фактически это повторил. И так у меня не пошли явно дальневосточные сеянцы по двое, которые я купил в Субботинском саду. Вот. И вот это вот невероятно мёртвое, 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 повторение этого на этом дереве. Вот. А это дальневосточный Серафим А это Сейчас я продолжаю эту тему Опять Мертвое, 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 мертвое Мертвое Вот Это академик И получилось так, что Европейцы не пошли Вот Для смеху Когда один пошел Вот И тот оказался дальневосточный Плюс еще пошла Я в предыдущем фильме рассказывал Еще пошла венгерка Так И тогда За эти годы у меня сложилось стойкое мнение А оно подтверждалось Разными Очень-очень разными Источниками Вот От прерывок практически отказались Наученные круги Вот И почему А вы попробуйте Вот он дальневосточный абрикос Самый морозостойкий в мире Самый мощный И вон он его Этот самый Вон он Которым я уже сто раз рассказывал А может уже двести раз Вот этого дерева Да Вот Ну что ты будешь делать Прививаю королевский Как европейца С тридцать Девять Тридцать девять Мертвых С сороковой На следующий год Мертвых Я повторяюсь Почему Ну во первых Я хочу все-таки Воздать должное Бойковой Галине Николаевне Я ее называю Выдающим садоводом Один из основателей Сайногорского феномена Вот Потому что На первом этапе Когда начался бум Садовой Сайногорске Огромное количество деревьев Прекрасно плодоносило И кормило Витаминами Сайногорцев Вот ее дерево Почему за оградой А у меня места не было Вот Попросил соседа посадить Вот Оно пережило Долгый период Оно У меня жило На острове Чудом уцелело После пожара Когда было уничтожено Девяносто восемь процентов Деревь Промышленный сад И вот оно Переехало К моему соседу В 22-м году Она дала Такое урожающее Ой Это надо было видеть Вот Я кстати показывал Так Кто Здесь сейчас найдешь Этот фильм Итак Кланю из Бойковой Вот Ее Яблоню Под названием От нее Добывшая Яблоню Под названием Жигулевская Я называю Королем сада А Создавать Создавать своими руками Итак Феноменально вкусные плоды Действительно потеряли Подвой Сложившиеся генетикой Не разболтанные Не разболтанные Они могут быть только на взрослом дереве А на взрослом дереве Вы много не наберете Вот попробуйте Вот с этого собрать Буквально 2-3 На этом Ну буквально 10-20 Вот Все Все На королевском Это для научных садов Наука Никогда Ко мне не обратится Почему Принято считать Внимание Ребята Внимание 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 К ученым обращаюсь Принято считать Что они Несовместимы Все Несовместимость Преодолена Преодолена Все Теперь Когда вы возьмете С них Черенки Прививайте на манчжурцы А у меня этих манчжурцев Сейчас еще 60 или 80 банок Трехлитровых Там десятки тысяч Если не 100 тысяч Косточек Вот Я за вас всю работу Проделал Я Использую Насыщение ментора Мичурина Это есть насыщение ментора Вот И свой новый метод Когда Несколько поколений Приучал Приучал С первого на второго Второго на третьего С третьего на четвертого Как просто Вот И не надо 30-40 лет Надо всего лишь 3-4 года И те Редко выжившие Как у меня Поначалу было Королевскими Те редко выжившие Семена Ой Семена Саженцы Прививки Прививки Они-то как раз И дают Более устойчивое Следующее поколение Итак Поколение за поколением Вот здесь Мне пришлось Начать сначала Почему Потому что Я все делал Без разбора Вот они Дальневосточный Академик Вот он Дальневосточный Серафим Так И полно Мертвых деревьев Прививок На нем Почему Уже Это проходили Полная Биологическая Несовместимость Там Где мы сейчас Только Где я кричал Внимание Она преодолена Вот Теперь Подходим К делу Очень важному Делу Вы видите Прекрасные Прививки Прекрасные Побеги Длиной До полутора И двух метров Видите Вон двухметровый Вон смотрите Туда И в соседнее дерево Еще Еще мы все Вон двухметровый Значит Что будет Если здесь Академик Вот Тут Сомнений нет Один у меня Академик Сейчас покажу Здесь у вас Будет На моих Подвоях Выращивать Моих семян Почеркивать Только на моих А если Что-то другое Как повезет Второй Академик И тот Самый Академик Третий Он тоже Весь в этих Ветках Это говорит Мостик вет Говорит о том Что несмотря На казалось бы Дичайшие Испытания Страшнейшие Испытания Вот Дерево Которое Никогда Не лечилось Никогда 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 Ветки Отрежались Только По принципу Обрезка По железу На сучок 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 Только оно Способно Выдержать Эти страшные Испытания Дикие Жуткие И дать Приросты По полтора Метра Как минимум По полтора Метра Видите Это значит Из-за этих Приростов Прирост последнего года Значит Дерево Абсолютно здоровое Оно Сто процентов Залечит рано Вот Так же как я Мне скоро Семьдесят пять А ведь у меня же Это Были периоды Предсмертные Пережил 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 Залечил Залечил Вот И какие морозы Не уничтожили Эти деревья Видите Но Здесь уже Сто процентная Совместимость С Манчжурским Абрикосом У меня все По двое Только манчжурцы Сколько бы И не ходили Вон абрикосы Вон абрикосы Вон абрикосы Вон абрикосы Вон абрикосы Это только часть Идем дальше Что будет Если вы У меня Купите ветки Супер Серафима Вот он Вот Молодое дерево Я впервые В второй год Всего буду продавать Ветки Супер Серафима Что из них вырастет Я рассказывал Я надеюсь Что вы будете Соучастниками И Моими Как бы назвать Моими Соратниками Моими Единомышленниками Я не знаю Что с них вырастет Я сейчас Попрошу В этом месте Моего брата Который монтирует Фильмы Придавая им Праздничный вид Красивый Значит Ставить фотографию Которую мы Серен Сан Савини Сделали в саду Где я его обнаружил Да Дерево было мое Напоминаю Вот глядя Вот сейчас Если он ставил Эту фотографию Глядя на нее Слева От этого дерева Когда Заходишь На участок Слева Значит Королевский абрикос Так С шикарными плодами Мне кажется Он его опылил И испортил Серафим Сделал Из 30-40 граммового 100 граммовый И больше А справа От него Скромненький Скромненький Амур Который Придал ему Форму Эта самая Амура И Сделал еще И мельче То есть С одной Полны дерева Опыляло Одно Другое Другого И у меня С этого дерева Я взял черенки Вот они Там В поселке Сезая С моего дерева Когда это был Мой саженец Это подтверждено Хозяйкой В трех фильмах Чтобы не было Это Что я сам себе Режиссер Вот И Что теперь Вырастет С этих веток А? Или просто Серафим Или Супер Серафим Узнаем Вместе Ребята Если вы Купите Лишние Пару веточек Они Цена Супер Серафим Цена Также 200 рублей Веточка Никаких Загибов Вот И ждем Результат Что у вас Получится Просто Серафим Или Супер Серафим Это Очень Важно Это Важно Невероятно В этом Есть Будущее Ведь Все таки Он Привит На Манчжуриц Манчжуриц Его Принял Принял А почему Он не Принял Супер Серафим Просто Серафим Он С Дальнего Востока Это Вот Эти Европейцы Мертвые На нем Видите Мертвые 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 Вот Которые Он Не Принял Мертвые Которые Он Не Принял Вот Так Вот Я Буду Как Продавать Как Серафим Или Супер Серафим Вот Я Еще Не Решил Что Я Напишу В этом Сал Свежем Каталог Сейчас Каталог Составляется Я Уже Рассылаю Но Он Еще Пока Приблизительный Мне Очень Хочется Чтобы Купили Ветки Вырастили Привили На Мои По двое С моего Сада Параллельно Выписывайте Косточки А вы Скажете Еще У меня Еще Не Было Ни Одного Вашего Сеянца Куда Я Буду Привать Привайте На Чего Годно Тер Тер Сливу Сливу Эту Самую Алычу Если Есть Соседи Абрикос На Абрикос На Сосед Какой Годно Нам Нужно Преодолеть Эту Страшную Вещь А Страшная Вещь Такая Когда Человек Мне С Московской Области Пишет Я Потом На Вебинаре Это Письмо Приведу Я Их Сам Не Пишу Мне Достаточно Ни Одного Абрикоса В их районе Я Раньше Об этом Читал Когда Человек Писал Про Целый Регион Ростовской Области Про Сочи Ни Одного Абрикоса Теперь Узнаю Подмосковье Ни Одного Абрикоса Это Что Такое В целом Регионе В целом Районе Это Как Понимать А здесь Им Хоть Быхны Вот Абрикос 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 Абрикос, молодёжь, вот они. Абрикос, 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 абрикос. Абрикос, абрикос, абрикос. Ведь посмотрите, вы же мёртвого ни одного не найдёте. Да, надо было это. Это точно тот же принцип. Пытаюсь как-то улучшить породу. Видели мёртвый? Опять та же картина. Вот. А теперь что получается? Абрикос королевский. А почему на нём этот мёртвый? А, правильно. Знаете, что это? Сказать? Это венгерка-богатырск. Почему он на нём мёртвый? Значит, королевский не годится в качестве этого самого сожителя. Хорошее слово. Придумал новое слово для науки. Сожителя. Вот. И тогда получается следующее. Помните, там у меня прекрасно Серафим прижился? На ком он прижился? На маньчжурце. Тот дальневосточный, тот. А здесь европейец и венгерка не сошлись. Там венгерка и этот самый Серафим. А Серафим на маньчжурце. И тот дальневосточный, и тот. А это европейец. И уже несовместимость. Будем преодолевать. Мне, знаешь, что надо будет делать? Мне надо будет ходить, ходить. Я это ещё работу не делал. Вот. Вот, пожалуйста, тоже картина. Мне надо будет ходить, ходить. А вот пошёл. Ура, ура. А интересно, кто пошёл? Подвой, естественно. Маньчжурец. Так. Поздний пианист. Ну, это филиппевский. А филиппевский он сам не знает происхождение. Но пошёл. Пошёл, пошёл, пошёл. Посмотрите, в следующем году весной заплодоносит. Вот такие дела. И тут же мёртвый. И тут же мёртвый. Вы представляете, приходится по новой, что как я делал 35-40 лет назад, опять начинать с нуля. Почему? Я попробовал расширить границы. Я горжусь тем, что у меня европейский, королевский стал абсолютно совместим с этими, с дальневосточными. Дар небес у меня совместим с дальневосточными. Тоже европеец. Вот. А эти-то сразу не пошли. О-о-о-о. Знаете, тут целая эпопея, друзья. Жалко заканчивается время. Осталось ровно две минуты. Вот. Видите? Пётр Великий. Выходец с Украины. Вот он. Вы думаете, сразу пошёл? Ага. Сейчас. Вместо плодов 150 грамм получили 40 грамм. А через пару лет замёрз. Вернул к себе в сад уже от этого самого, от Боднера, царства его небесного, Борисоси. Который умудрился довести до плодошения, получить крупные, огромные плоды, потом похвастаться мне. Я только тогда узнал, что у него там жив мой Пётр Великий. Это ваш Пётр Великий, Валерий Константинович. Встал на колени, вернул он мне в сад. Вот он. Вот уже такие. Вот уже всё в цветах. Вот жду чудо. Ну, штук шесть у меня теперь есть таких. Чуть не потерял этот сорт. Но всё-таки первые-то не пошли. Помните? Столько лет прошло. Всё. Благодарю за внимание. Значит, что получается? Именно прививки спасут садоводство, а не бесконечное опыление друг с дружкой. Там тоже есть проблемы с опылением. По крайней мере, там надо ждать результатов десятки лет. А здесь пять-шесть лет готово.